Nogus Martin Productions представляет Самые громкие преступления и процессы 20 века Бонни и Клайд 1934 был годом диктатора В Венеции Адольф Гитлер встретился с Бенитом Муссолини Король Югославии Александр прибыл с визитом во Францию И был убит хорватским националистом На воду был спущен самый крупный лайнер в мире Куин Мэри Названный в честь супруги короля Англии Георга V В Чикаго толпа ликовала по поводу поимки врага общества номер один Джона Диллинджера Но вскоре ему удалось бежать Утром 23 мая по дороге Луизианы мчался автомобиль В придорожных кустах его ждала засада В машине находились мужчина и женщина За их голову была обещана награда Когда машина поравнялась с засадой На нее обрушился град пуль Изрешеченный автомобиль остановился В нем лежали тела самых известных американских преступников Бонни Паркер и Клайда Бэрроу Разыскивала полиция полдюжины штатов за совершение тяжких преступлений Они безжалостно уничтожали всех Кто вставал на их пути И вот теперь они сами были убиты Эта новость тут же попала на первые полосы За два года они превратились в легенду Одни их боялись и ненавидели Другие ими восхищались Они были современными Робин Гудом и Девой Мэрион Но только не для жертв и служителей закона Полиция считала их трофеем И выставила на всеобщее обозрение Их обнаженные тела засняли на кинопленку Бонни Паркер, 23 лет И Клайд Бэрроу всего на год старше Он с детства не дружил с законом Не зная жалости и сострадания Они стремились получить то, что хотели Любой ценой Клайд Бэрроу, шестой из восьми детей в семье Родился 24 марта 1909 года в Теллику Неподалеку от Далласа, в штате Техас Его кумиром был преступник Джесси Джеймс Родители практически не занимались воспитанием детей В 9 лет Клайда поместили в тюрьму для малолетних преступников За кражу и побег В 30-е годы Теллика пришел в запустение На него обрушились засуха и экономический кризис Две трети жителей были вынуждены уехать Отец Клайда продал ферму И открыл станцию автосервиса Надо было кормить семью, но Клайд умел добывать деньги только преступным путем В 29-м году Клайда и его брата Айвена по кличке Бак Задержали за угон автомашины Бака арестовали и дали ему пять лет за целый ряд преступлений Клайду удалось выкрутиться Некоторое время спустя у подруги он познакомился с Бонни Паркер Она познакомила его со своей матерью Ей было 18, стройная, веселая и умная Она очаровала Клайда Бонни родилась в Равине, штат Техас На год позже Клайда В 4 года она потеряла отца И они с матерью жили у бабушки в бедном районе Далласа Известном как Цементный город Бонни и ее сестра Билли рано вышли замуж Обе за мелких жуликов На этой тюремной фотографии муж Бонни, Рой Торнтон Стоит по левую руку от Бада, мужа ее сестры Через год Рой бросил ее Бонни устроилась на работу в кафе Клайд переехал к ней, но уже на следующий день был арестован Ему дали 2 года за угон машины, плюс 12 лет условно Его брат Бак тоже сидел в тюрьме Оба мечтали о побеге В марте 30-го мечта Бака сбылась Он бежал из тюрьмы в Хансвилле Он женился на девушке из Далласа по имени Бланш Она не знала, что он находится в бегах А когда узнала, уговорила его сдаться властям А девушка Клайда Бонни смогла пронести и передать ему через решетку кольт Той же ночью он бежал из тюрьмы Но через неделю был пойман в Мидлтауне, штат Огайо, при совершении кражи Ему грозило 14 лет Он решил выйти на свободу, отрубив два пальца на ноге В тюрьме он многому научился и вышел на свободу закоренелым преступником Сухой закон спровоцировал всплеск преступности В городах орудовали банды А сельская местность стала охотничьими угодьями таких одиночек, как Джон Диллинджер После краха Уолл-стрит в Америке наступила Великая Депрессия Три с половиной миллиона семей жили на пособие Для тех, кто выходил из тюрьмы, работы не было Многие видели в налетчиках героев Они грабили тех, кто жил в роскоши посреди нищеты Клайд Бэрроу обещал матери исправиться, но понял, что это невозможно Вместе с верной Бонни они начали криминальное турне по Техасу Но после грабежа в Кауфмане им пришлось расстаться Ее поймали и приговорили к трем месяцам тюрьмы А в апреле 1932 года Клайд и его бывший сокамерник Рэймонд Хэмилтон Убили ювелира Джона Бухера и похитили драгоценности на две с половиной тысячи долларов После налета в Хилсборо они избегали городов, а когда Бонни вышла на свободу Грабили бензоколонки В перерывах между налетами они фотографировались Газеты писали, что пара влюбленных держит в ужасе Техас, Луизиану, Оклахому, Арканзас и Миссури Грабит и убивает На деле все было сложнее В тюрьме Клайд стал бисексуалом У них с Бонни появился общий сексуальный партнер, приятель по банде Рэй Хэмилтон Весь 1932 год они колесили по югу, убивали и похищали всех, кто вставал у них на пути В этом году они застрелили четырех человек, неоднократно угоняли машины и похищали оружие На Рождество Рэй Хэмилтон поехал домой и был арестован При очередном ограблении они похитили 16-летнего Вильяма Дэниела Джонса и уговорили его стать членом банды Когда Джонс и Клайд угоняли автомобиль, владелец попытался им помешать Клайд хладнокровно убил его выстрелом в голову Через неделю полиция их чуть не схватила, но они ушли, застрелив заместителя шерифа В марте 1933, благодаря настойчивости жены Бака Бэрроу Бланш, его освободили Оба присоединились к Бонни, Клайду и Джонсу Сформировалась новая банда Бэрроу Им требовалось оружие Клайд совершил налетно-оружейный склад в Спрингфилде, Миссури Затем они ограбили банк в Канзас-Сити Пока полиция безуспешно искала их в шести штатах, они отдыхали дома в Далласе После ограбления ювелирного магазина в Ниошо, штат Миссури Свидетель заметил группу вооруженных людей Дом был окружен, но им опять удалось скрыться При этом они убили двух полицейских В ту ночь они проехали 400 миль от Ниошо до Техаса Клайд был ранен в руку Бонни извлекла пулю своей заколкой Преступления были громкими, но добыча невелика Самую крупную сумму, 2500 долларов, они захватили в мае 1933 года в банке в городке Акабино, штат Миннесота Джон Диллинджер тогда сказал Шпана, а не позорят грабителей банков Через несколько дней Клайд не вписался в поворот и попал в аварию Машина загорелась, Бонни получила серьезные ожоги Клайд не хотел обращаться к врачам Тогда люди, у которых они скрывались, позвонили в полицию Прибыли двое полицейских, но преступники схватили их Сели в их машину и увезли с собой Выехав за пределы штата, они их отпустили Бонни поправлялась медленно И банда постоянно перемещалась по Канзасу, Айове, Северному Техасу и Миссури 19 июля они чудом прорвались сквозь засаду около Плат-Сити в штате Айова В перестрелке Бак был ранен в голову Не прошло и недели, как их обнаружили неподалеку от города Декстер Полиция хотела застать их спящими, но Бонни вовремя проснулась Раздались выстрелы, Бонни, Клайд и Джонс переплыли реку и скрылись на краденом автомобиле Бак был ранен в спину, Бланш осталась с ним, и полиция их схватила Эта фотография сделана через несколько минут после захвата Бак прожил еще пять дней Бланш не позволили остаться с ним Ее считали серьезной преступницей Перед смертью он звал ее, но она сидела в камере Позднее ее приговорили к десяти годам заключения Джонс ушел из банды и был арестован в Хьюстоне Он утверждал, что действовал по принуждению, но был приговорен к пятнадцати годам В последующие четыре месяца Бонни и Клайд убили еще четырех полицейских В ноябре они договорились встретиться с родственниками около Далласа Шерифу стало известно об этом, и он решил устроить засаду Когда они подъехали, шериф благородно предложил им сдаться Но они открыли огонь и прибавили скорость Разъяренной неудачей шериф Шмидт приказал своим заместителям взять их живыми или мертвыми Заняться этой парочке предстояло Эду Кастеру, Теду Хинтону, которые знали Бонни еще официанткой, и Бобу Олкорну Но это оказалось непросто В январе они незаметно подобрались к ферме у тюрьмы Истхэм и освободили пятерых заключенных Во время нападения был убит охранник Возникла новая банда, в которую вошел их давний сообщник и любовник Рэй Хэмилтон Еще один заключенный решил остаться с ними, пока Хэмилтон не вернет ему долг При ограблении банка он сдался полиции Другой новичок, Генри Мэтвин, был верен Клайду В банде возникло сексуальное напряжение Рэй привел новую подружку, Мэри О'Дейр И она стала заигрывать с Мэтвином Новая банда грабила бензоколонки и магазины Им удавалось захватывать и крупные суммы в банках, в том числе в Ланкастере Малая пресса создала банде грандиозную рекламу Между тем, среди самих бандитов начались трения Клайд заподозрил, что Рэй утаивает часть награбленного Хэмилтон и его девушка ушли из банды Клайд боялся, что Хэмилтон выдаст его и решил отомстить Банда разваливалась, когда на ее след вышел новый охотник Бывший техасский рейнджер Фрэнк Хэймер Которому обещали заплатить за поимку Клайда Но следующий инцидент полностью изменил отношение публики к преступникам Вот как о нем сообщали У Бонни и Клайда была назначена встреча неподалеку от Грейпвайна, Техас Поджидая сообщников, они пили виски, занимались любовью и стреляли в птиц Их заметили двое патрульных полицейских и решили проверить документы Они не подозревали, что это были Бонни и Клайд На самом деле бандиты ждали Рэймонда Хэмилтона, чтобы убить его В фильме не показан Генри Мэтвин, но именно он открыл огонь по полицейским Только потом стали стрелять Бонни и Клайд Жестокое убийство наложило печать проклятия на Бонни и Клайда Это убийство настроило общественность против Бонни и Клайда, несмотря на то, что стрельбу начал Мэтвин За поимку банды Берроу была объявлена награда Общественность повысила бдительность В апреле 1934 года был арестован Рэй Хэмилтон Он получил 362 года тюрьмы за грабежи Повторный суд за убийство приговорил его к смерти на электрическом стуле Полиция бросила все силы на то, чтобы взять банду Бонни и Клайда В бытность рейнджером Фрэнк Хэймер, на фотографии он в черной шляпе, убил 60 преступников вне закона Ему помогали Мэнни Голд, Тед Хинтон и Боб Олкорн из Далласа Это была великолепная команда После гибели Хэмилтона, поредевшая банда Клайда отправилась в Оклахому Преследователи не отставали 4 апреля они настигли их в Дюванте, Оклахома Но не решились открыть огонь в толпе У Коммерса в Оклахоме двое полицейских остановили машину со следами пуль на ветровом стекле Констабль Кэл Кэмпбелл подошел к машине и был прошит очередью из автомата Перси Бойт, начальник полиции Коммерса, был ранен в голову и взят в плен Бандиты продержали его целые сутки, но в конце концов выпустили По его словам, главарем был Клайд, а Генри Мэтвин держался в тени А вот Бонни ему понравилось Она казалась в этой компании чужой и была совсем не такой, как на этой фотографии с сигарой в зубах и с пистолетом Он сказал, что в жизни она такая же, как на этой фотографии Что они с Клайдом крепко любят друг друга У них в машине был кролик по кличке Сынок, которого она везла в подарок матери Стало ясно, что они едут на юг Неподалеку от Далласа бандиты встретились с родителями Клайда и матерью Бонни и показали им последние фотографии Позднее мать Бонни вспоминала, как та ей сказала Когда нас убьют, не говори плохо о Клайде После этой, последней встречи с родными Бонни и Клайд направились на восток А их преследователи получили еще один ордер на арест за убийство Безмерно уставшие рейнджеры надеялись, что преступники тоже устали и допустят ошибку Заметив их машину у кафе в шерифпорте Луизиана Хинтон предположил, что они встречаются с отцом Генри Мэтвина, у которого здесь была ферма Поступали новые сообщения о кражах, якобы совершенных Бонни и Клайдом Но рейнджеры продолжали следить за фермой Мэтвина в шерифпорте Увидев их машину по пути из Аркадии, Хинтон понял, что был прав Не полагаясь на волю случая, рейнджеры решили дождаться благоприятного момента Они были вооружены до зубов, но нельзя сказать, что чувствовали себя уютно в засаде Эта реконструкция была сделана через несколько дней после событий Что пришлось пережить шестерым рейнджерам в полных москитов-зарослях, осталось за кадром Три дня и три ночи полицейские присидели в засаде у дороги Но Бонни и Клайд были осторожны В 4 часа утра, 23 мая, по дороге ехал отец Генри Мэтвина Полицейские его остановили, приковали наручниками к дереву А машину оставили на обочине в качестве приманки В то утро шестое чувство отказало ему Он не заподозрил ловушки В 9.15 на дороге показался Форд Похоже, это они Хинтон узнал за рулем Клайда Точно, это он Приготовиться Увидев машину Мэтвина, Клайд притормозил И тут же началась стрельба из засады Это он Получай же Огонь! Изрешеченная пулями машина остановилась Следующие кадры были сняты через несколько минут после событий Это Клайд Бэрроу и Бонни Паркер Они умерли, как и жили, с оружием в руках Бонни прислонилась к Клайду Клайд был отличным стрелком Редко кто оставался в живых, если Клайд стрелял первым Рядом с Бонни лежали пистолет и ружье Но их застали врасплох Скоро на месте засады Собрались зеваки Изрешеченный форт Отбуксировали в полицейский участок в Аркадии За ним следовало более 50 машин Его пришлось огородить сеткой Охотники за сувенирами Норовились заполучить хотя бы кусочек машины Одежды или клочок волос Бонни и Клайда На заднем сидении полиция нашла Три автомата, два ружья, дюжину пистолетов и не менее тысячи патронов Но преступникам не удалось сделать ни единого выстрела Менее чем за две минуты шесть полицейских сделали 107 выстрелов В каждое тело попало примерно по 50 пуль Охотники за убийцами стали национальными героями В морге Аркадии царил хаос Все хотели видеть тела знаменитых убийц В доказательство факта смерти их даже засняли на пленку В Далласе на тело Бонни пришли посмотреть 40 тысяч человек На Клайда 30 тысяч Публики предъявили пиджак Клайда С 40 пулевыми отверстиями И ружье с семью зарубками на прикладе По одному на каждого убитого Клайда За укрывательство Бонни и Клайда перед судом предстали 20 родственников и знакомых Мужчины были скованы цепью во избежание побега Женщин, несмотря на пример Бонни, опасными не считали Джонсу, получившему 15 лет И Генри Мэтвину, пожизненное Добавили по два года Мэри О'Дейр, сестру Бонни, Билли и жену Бака Бланш Приговорили к году и одному дню заключения Судили и матерей Адвокат говорил, что материнская любовь сильнее закона Судью не убедили ни доводы адвоката, ни инвалидность миссис Берру Обеих арестовали на 30 дней Клайда похоронили рядом с братом Баком на западном кладбище Далласа С самолета сбросили огромный венок Бонни хотела после смерти лежать рядом с Клайдом Но ее похоронили на Далласском кладбище Фиштреп Находясь в сбегах, она посылала в газеты свои стихи Среди них была и эпитафия самой себе Они не считают себя неуязвимыми Они знают, что закон всегда побеждает В них стреляли, и они знают, что смерть – это расплата за грех Наступит день, когда они погибнут Их похоронят рядом Для кого-то горе, для закона облегчение И смерть для Бонни и Клайда Но ни чувства родственников Ни легенды, сложные об этой паре Ни явно неподходящие эпитафии на могиле Бонни Как цветы становятся красивей от солнца и росы Так и этот мир становится светлей от таких людей, как ты Ничто не может опровергнуть тот факт, что это была пара самых хладнокровных и жестоких убийц в Америке Автор сценария – Элкон Аллен Продюсер – Рон Гленистер Фильм озвучен фирмой «СВДубль» по заказу ГТРК «Культура» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok